Доброе время суток, мои уважаемые подписчики и гости канала. Тема – борьба с вредителями. Я вам расскажу, как, чего я делаю, может, кому это дело пригодится. Со всего многообразия плодовой деревьев самое больше и быстро поражается – это яблоня. Если по какой-то причине я не смог бы обработать яблоню, то в итоге я получаю плоды почти все червивые, процентов на 95. В последние многих лет я занимаюсь вот такой-то обработкой, которая чувствительно помогает в этом деле. До появления почек обрабатываю бордовской жидкостью. У кого-то, кого нет, это медный кукуруз. Добавление с медным кукурузом. Когда яблоня зацвела, эту обработку уже производить нельзя. Солнце пригрело, сад, кажется, проснулся. Проснулись вместе с этим и все и вредили. То есть появляются вот такие вот закручивания листа засевы. Он же даже… Эти природные процессы остановить нельзя, но отпугнуть можно. Пусть они сеют и плодятся в другом колхозе, как говорится. Метод отпугивания заключается в следующем. Необходимо применять очень резко пахучие травы – полынь. В это время сезона, когда начинают цветение только полынь, очень сложно где-то там найти. А лук скалывается всегда под рукой. То есть мы запаслись осенью. Он у нас где-то полежал, проростом, плохие. Я его просортировал и в мешочки. Эти мешочки развесил на деревьях. От них получается запах. Этот лук просто отгоняет этих всех вредителей всяческих. То есть этот метод получается лояльный. Я никого не убиваю. Пусть себе плодятся, может они никакой пользы приносят. Но в другом огороде. Когда появляются первые завязи, активность насекомых к размножению очень сильно резко увеличивается. В это время я беру с мешочка часть этого нашего лука, замачиваю в воде, делаю обрызгивание. Обрабатываю где-то примерно в неделю раз. Им появляется больше запаха вокруг дерева. И эти насекомые ближе к 10 метров даже и не подлетают. Процентов 5 все равно прорываются. Видимо те, у которых нет обоняния. Эти инвалиды не нанесут такую же большую вреду. Спасибо за внимание. Рад кому-то, если помог. Всем хорошего урожая. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин